Последний суд над Иисусом Христом у Пилата. Когда снова привели Господа Иисуса Христа к Пилату, то уже к притории собралось много народа, начальников и старейшин. Пилат, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне этого человека, как развращающего народа, и вот вас исследовал, я не нашел его виновным, ни в чем том, в чем вы обвиняете его. Я посылал его к Ироду, а Ирод также ничего не нашел в нем достойно до смерти. И так лучше я накажу его и отпущу». У евреев было бычь отпускать на праздник Пасхи одного заключенного, которого выбирал народ. Пилат, пользуясь этим случаем, сказал народу, «Есть у нас обычаи, чтобы я одного узника отпускал вам на Пасху. Хотите ли я отпущу вам царя Иудейского?» Пилат был уверен, что народ будет просить Иисуса, потому что знал, что начальники предали Иисуса Христа по зависти и злобе. В то время, когда Пилат сидел на иудейском месте, жена его прислала к нему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Между тем первосвященники и старейшины научили народу просить освобождения Варавы. Варава же был разбойник, который был посажен в темницу со своими сообщниками. За произведенные в городе возмущения и убийства. Тогда народ, наученный старейшинами, стал кричать, «Отпусти нам Вараву!» Пилат, желая отпустить Иисуса, вышел и, возвысив голов, сказал, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Все закричали, «Не его, но Вараву!» Тогда Пилат спросил их, «Что же хотите, чтобы я сделал с Иисусом, называемым Христом?» Они закричали, «Да будет распят!» Пилат снова сказал им, «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем!» И так, наказав, его отпущен. Но они еще сильнее закричали, «Раскни его, да будет распят!» Тогда Пилат, думая вызвать у народа сострадание ко Христу, велел воинам бить его. Воины отвели Иисуса Христа во двор и, раздев его, жестоко били. Потом надели на него багреницу, короткую красную одежду без рукавов, застегивающуюся на правом плече. И сплетший венец из колючего терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость вместо царского скипетра и стали насмехаться над ним. Они становились на колени, планились ему и говорили, «Радуйся, царь Иудейский!» Плевали на него и, взявши трость, били по голове и по лицу его. После этого Пилат вышел к евреям и сказал, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус Христос в терновом венце и в багренице. Пилат сказал им, «Вот человек». Этими словами Пилат как бы хотел сказать, «Посмотрите, как он измучен и поруган, думая, что евреи сжалятся над ним, но не таковы были враги Христовы». Когда первосвященники и служители увидели Иисуса Христа, то закричали, «Распни, распни его!» Пилат же говорил им, «Возьмите его вы и распните, а я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим». Услышав такие слова, Пилат еще больше испугался. Он вошел с Иисусом Христом в притворе и спросил его, «Откуда ты?» Но Спаситель не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть и распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Тогда Иисус Христос ответил ему, «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, потому больше греха на том, кто предал меня тебе». После этого ответа Пилат еще более желал освободить Иисуса Христа. Но иудеи кричали, «Если отпустишь его, то не друг Кесарю, всякий, делающий себя царем, противник Кесарю». Пилат услышал такие слова, решил лучше предать на смерть неповинного человека, чем самому подвергнуться царской немилости. Тогда Пилат вывел Иисуса Христа, сам сел на судное место, которое было на Лифостроне, и сказал иудеям, «Вот царь ваш». Но они кричали, «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им, «Царя ли нашего распну?» Первосвященники ответили, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Пилат, видя, что ничего не помогает, и смятение увеличивается, взял воды, умыл свои руки перед народом и сказал, «Не повинен я в пролитии крови этого праведника. Смотрите вы, то есть пусть эта вина на вас падет». Отвечая ему весь народ еврейский, в один голос сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Так евреи сами принесли на себя и даже на потомство свою ответственность за смерть Господа Иисуса Христа. Тогда Пилат отпустил им разбойника Вараву, а Иисуса Христа предал им на распятие. Продолжение следует...